Реформу образования Департамент образования Эдуард Фролов Эдуард Леонидович, добрый вечер С наступающим вас праздником С наступающим Новым Годом В преддверии этого чудесного дня Для многих Давайте поговорим о том, с какими результатами Мы к нему подошли По данным на совещание, которые звучали Все школы прошли приемку Все 100% наших школьных Образовательных учреждений А вот результатами-то все-таки вы довольны? Везде вы с чистым сердцем поставили галочку Да, хорошо Конечно, мы довольны результатом Подготовки школ к Новому учебному году По той причине, что на 22 августа Все школы были готовы К началу приема детей И это не ради галочки? То есть на самом деле они готовы? Это по всей России идет эта компания И если еще на сегодняшний день По России 95% У нас уже 100 было на 22 августа Это не случайность Это, на мой взгляд, результат От той системной работы И финансирования И проведения конкурсных процедур И выполнения подрядных работ А вот раз уж речь зашла о финансировании Довольны ли вы финансированием в этом году Или финансирования всегда, как всегда, мало? С учетом того, что в этом году оно удвоено И в целом по совокупности всех уровней бюджета Составило порядка 950 миллионов рублей Конечно, мы не должны обижаться На такой большой и солидный объем финансирования Не должны обижаться Вы как-то сказали Не должны обижаться, но хочется еще Ну, безусловно, мы бы смогли И большую сумму эффективно потратить Потратить дорожные вещи Да, ну Мы будем продолжать повышать материальную базу Укреплять в течение учебного года В следующем году Автоматическая пожарная сигнализация У нас установлена теперь во всех школах Да, безопасные условия Это приоритет И на сегодняшний день Мы сняли полностью проблему оборудования АПС Сто процентов Да, безусловно, она работает Я знаю, что губернатор делал на этом особый акцент О том, чтобы она не просто была Она работала И в нужный момент, если что, что она сработала Вот проходила какую-то такую проверку Авральную Владимир Сергеевич давал нам такое поручение И мы комиссионно выезжали Вот назили зажигалку И смотрели Совершенно верно Срабатывал сигнал Приезжала бригада оперативного реагирования Как быстро приезжала бригада оперативного реагирования? Оперативно Исходя из названия Что касается системы видеонаблюдения У нас в школах это практикуется? Да, за это лето ряд школ оборудован системой видеонаблюдения Общее количество их в процентном отношении составляет 10% Конечно, это наш приоритет на будущее остается Будем работать То есть в планах пока так же 100% Как и с автоматической пожарной сигнализацией? Ну, пока не определены источники финансирования этой работы Но будем стремиться А 10% за счет каких источников финансирования уже С системы видеонаблюдения? Здесь и муниципальные бюджеты, и областные, и привлеченные в небюджетные средства А сколько стоит одну школу оборудовать систему видеонаблюдения? По-разному, в зависимости от проекта школы От 20 тысяч до 100 тысяч, если это крупная школа А в планах о том, чтобы использовался так называемый добровольный фонд пожертвования родителей? Такого не было? Ну, вот есть такие фонды Такая практика имеет место быть И я, может быть, открою секрет, если кто-то не знает Что управление школой строится у нас на сочетании принципов Едино началия, то есть директора школы, его решений И самоуправление, то есть школьных советов Родительских комитетов, общественных советов То есть, понятно, если они захотят сдать деньги на то, чтобы в их школе была система видеонаблюдения Совершенно верно Но это решение родителей, и никаких приказов здесь быть не может Ну вот, чтобы сразу встречный вопрос, который наверняка сейчас у многих возник Потому что я слышала историю даже о детских садах Мои коллеги рассказывали о добровольных взносах фонда Завидующих детскими садами в размере полутора тысяч с каждого родителя Ну, интересная такая сумма И если вдруг родители посчитают, что этот фонд добровольных пожертвований в школе или детском саду Несколько несправедлив Куда им обращаться? Кому им обращаться? Вы знаете, Альбина, действительно, сейчас много обращений поступает и на твиттер, и на форум Мы на все эти сигналы реагируем Если указан телефон заявителя, я лично связываюсь Это могут подтвердить те же самые заявители Выясняю, откуда такая информация Поправляем наших руководителей Но зачастую информация оказывается ложной То есть, кто-то слышал от кого-то где-то на улице, в песочнице и так далее Поэтому, если такие факты есть, то я рекомендую обращаться в управление образованием города Тулы К нам в департамент образования А они смогут это получить в содействии, чтобы перевести ребенка в другой детский сад или в другую школу? Потому что... Они могут быть спокойны в том смысле, что никакого предвзятого отношения к ребенку мы не допустим Вы проследите за этим Безусловно Коль речь зашла о сообщениях в Твиттере Вот вас спрашивают, сколько денег выделили на ремонт в школу Ушли на ремонт в школу не в плане капитальных, а вот полы покрасить, что-то отремонтировать Ну я еще раз назову общую сумму финансирования 950 миллионов рублей 540 муниципальных школ отремонтировано капитально С такими крупными работами, как ремонт кровли, замена коммуникаций Электроснабжение, водообеспечение, канализации А косметический ремонт проведен в каждом образовательном учреждении И вот спрашиваю также, сколько учителей новых, молодых пришло, а сколько уволилось? Вот как у нас с кадрами обстоят дела? Чем привлекаете? Тульский учитель – это возрастной, опытный учитель В этом есть свои плюсы и свои минусы Ну понятно, что это мудрость, это высокая квалификация Но в то же время свежая кровь А молодость, к сожалению, мы на порядок отстаем в среднем по ЦФО У нас число молодых учителей составляет 10%, в то время как по России порядка 20% Хорошо, деньгами привлекать будете? Зарплаты? Будем Что ожидается зарплате учителей? С 1 сентября на 6% повышается заработная плата учителям, как и всем бюджетникам Кроме того, губернатор подписал постановление и расширил типы и виды образовательных учреждений Где действует доплата за звание кандидатам наук 3000, докторам 7 Кроме того, ко дню учителя все работники образования получат единовременную выплату в размере 1000 рублей И это становится традицией И зная подход губернатора, который сводится к тому, чтобы всемирно поддерживать социальную сферу Я думаю, что в этом году мы проработаем возможность запуска программы по приобретению жилья Кстати говоря Это замечательно было бы Примерно сколько планируется вот так вот в планах? Коротко о планах В этом году 16 учителей получат субсидию на ипотечное кредитование, на погашение первого взноса Это в рамках федеральной программы На следующий год при успешной реализации этого проекта в этом году мы значительно увеличим сумму финансирования У нас в этом году у первоклассники получили вместо учебников в некоторых школах планшетники Ну вот я покажу, это вот такие современные технические средства Мобильные компьютеры Мобильные компьютеры От 20-25 тысяч где-то, да, приблизительная цена А в каких школах, и почему именно в этих школах дети получили такие дорогие игрушки? Да, действительно В этом году мы запускаем такой эксперимент обучения детей начальной школы в режиме один ученик, один компьютер Такая практика существует в странах Западной Европы, Шотландии, Норвегии полностью перешли на обучение по такому проекту Но они полностью перешли, у нас только некоторые классы в некоторых школах У нас, хорошо, у нас будет так, чтобы каждый школьник имел вот такую помощь Если мы в этом году увидим положительный эффект от этого проекта, в следующем году А положительный эффект в чем будет? Как можно посчитать? Эффект не в самом компьютере планшетном Эффект в том многофункциональном инструменте, который в виде образовательных приложений С помощью компьютера дети смогут и в том числе и получать навыки режиссера, сценариста В первом классе? В начальной школе, в первом классе Монтировать фильмы И я думаю, что вы получите возможность снять об этом сюжет Это было бы замечательно Еще такой бытовой вопрос Что несет материальная ответственность? Что будет, если пара первоклассников с чисто детским любопытством попробует узнать А что же там внутри? Как это все устроено? Для этого есть учитель в классе И пока мы не готовы пойти на то, чтобы планшетный компьютер выдать на руки и пользоваться дома Хотя вот в западных странах именно по такому принципу построим процесс обучения Мы сегодня вышли на улицу Тула, чтобы спросить Талюков, что же хорошего в российском современном образовании? Мы всегда привыкли ругать Давайте посмотрим Интересно, давайте посмотрим Ответят ли про хорошее? Наверное, лучше Больше дают информации Как Алла Пугачева поет Нагружать все больше нас Стали Никакого образования нет То есть, наоборот, еще идет оттягивание То есть, на уровне 17-го года после революции 18-го даже После революционного Когда народ хуже стал Лучшая сторона 21-й век, все меняется И образование тоже Качественнее может стало Учеба Знания больше дают Качество учебников Методическая литература, наверное, лучше стала Больше ее стало Ну и совсем коротко Еще об одном нововведении Это основа религиозной культуры и советской этики Вы нашли тех, кто будет преподавать? Да, мы подготовили учителей в таком количестве В каком это необходимо для преподавания данного курса По-прежнему остаетесь при мнении, что этот предмет нужен В начальных классах это не слишком рано? Ну вот, значит, этот предмет будет преподаваться в пятом классе В четвертом, в пятом классе То есть, дети уже доросли И тот сюжет, который был в преддверии нашего общения В физическом воздействии на иностранца Ну вот, как раз с этой целью мы будем на этих уроках воспитывать толерантные отношения Национализма, национализма, нацизма В кучах их проявлениях Совершенно верно Мне остается только поздравить еще раз вас с началом учебного года Пожелать вам, ученикам и родителям учеников терпения и успехов Спасибо большое Встретимся уже, что вы судите итоги нового учебного года Редактор субтитров А.Семкин